Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. Девчонки, я только что завершила тестирование новинок нашей итальянской декоративной косметики, которая очень скоро появится уже в наших каталогах, а я протестировала. Представляете, сейчас у меня макияж с использованием этой косметики на лице. Как это все происходило, конечно же, я обязательно опубликую видео. А сейчас я вам более подробно хочу рассказать и показать сводчи той декоративки, которую я получила. А их, ну, прям очень много. Я даже сама не ожидала от себя, что смогу купить такое огромное количество этой декоративки. Уж больно она хороша оказалась в применении, и на самом деле я нисколько не пожалела, что купила такое большое количество, на самом деле буду приобретать еще, потому что, ну, реально мне эта косметика очень понравилась. Итак, давайте перейдем к обзору. Во-первых, скажу вам, что вся линейка вот этой декоративной косметики называется Glam Team. Я как-то опубликовала вам видео и не совсем правильно назвала Glam Team. Нет, Glam Team. Вот так правильное название этой декоративки. И давайте мы с вами приступим, наверное, с помад. Одна из них у меня сейчас на губах. Посмотрите, какой интересный оттенок. Это коралловый оттенок. Вы знаете, камера искажает, он смотрится в камере с какой-то розовинкой. На самом деле нет. Это такой благородный коралловый оттенок. Вообще, в каталоге он обозначен как темный коралл. Сейчас я вам покажу даже в каталоге этот оттенок. Так, темный коралл. Вот он, 4621. Вот такой оттенок. На губах, вот сейчас, скажи, от камеры, он, ну, с некой розовинкой, что ли, смотрится. Классная помада, вы знаете, она мягкая. Она так хорошо ложится. И она при этом плотная. И ложится плотненько. И в ней очень хороший пигмент. Она хорошо пигментирована. И можно ее накладывать без контура. Вот представляете, на губах она у меня без контура. Для меня это просто удивление. Почему? Потому что у нее очень необычное строение формы этой помады. Видите, вот какой у нее кончик, такой интересный, который позволяет ее наносить даже без контура. А я делаю сводч. Вот это та помада, о которой я говорю. Которая у меня сейчас на губах. Так, что-то я никак не могу прокрасить нормально. Вот. Но, опять же, видите, она как бы с розовинкой смотрится. На самом деле она немножечко в такой коралловый оттенок. Ну, есть, может быть, легкая розовинка. Может быть, и есть. Вот где-то вот так вот, девчонки, примерно. Это значит, артикул, еще раз вам назову, 40621. Следующий тон. Так, давайте попробуем как-нибудь хотя бы в каком-то порядке, что ли. 4623. Так, 4623. Это розовый закат. Вот эта помада. Вот это вот розовый закат. Сейчас я вам покажу, пока, как в каталоге вот так она будет смотреться. Вот это, да, с розовинкой. И я вот здесь вам рядом прям буду делать сводч. Сейчас нарисую и вам покажу. Вот он. Видите? Его явно видно, что он с розовинкой, этот оттенок идет. Вот так. 40623. Вот это 40621, а это 40623. Так, следующий сводч. Значит, 40618. Это натуральный бежевый. Вот этот я вам сейчас покажу. 4618. Вот этот оттенок. Так, где она у меня. Действительно такой какой-то натуральный бежевый. Давайте порисуем. Порисуем. У меня еще на губах не было этих помад, кроме вот этой, которая сейчас на губах. Знаете, текстура просто необыкновенная. Вот, посмотрите, так ложится помада. Такой оттенок. И все оттенки такие насыщенные. С одной стороны, вроде как хороший такой пигмент, насыщенный, да. С другой стороны, они такие благородные. Посмотрите, такой даже какой-то каштановый оттенок. Вот так. Так, еще раз. Это оттенок 40618. Вот этот 40618. Так, ну и еще один оттенок. 40600. Так, перепутала я немножко. 40. 622. 40622. Немножко не по порядку. Так, 40622. Это классический нюд. Вот этот оттенок. 4622. Сейчас я вам его нарисую. Прежде покажу. Вот так он выглядит. И давайте нарисуем. Вот этот вот у меня третий будет. 4622. Всю руку изрисовала. Вот этот оттенок. Смотрите, они все классные. Я не знаю, я, наверное, помаду во всех оттенках приобрету. Потому что, ну, реально очень красивые оттенки. И они такие прям какие-то вот приближенные к натуральным. 4622. Вот это последнее. Очень мне понравилась помада. Великолепная. Просто шикарная. Девочки. 299 рублей в ценных каталогах. Она стоит реально дороже. Поверьте мне. Вот реально шикарная. Вот такие оттенки. Так, теперь мы с вами рассматриваем следующее. Что же еще я приобрела? Тональная основа. Это тональная сыворотка. Вот так она выглядит. Я уже ее использовала. Она у меня на лице. И плюс еще сверху, конечно же, пудра. Про пудру мы тоже проговорим. Значит, тональная основа. Артикул я вам сейчас скажу. 6175. Артикул этой тональной основы. Это средний такой оттенок. Так, в каталоге. Чубы-мячи. В каталоге. Так, в каталоге это выглядит вот таким образом. 6175. Натуральный розовый. С легкой такой розовинкой. Вот этот средний оттенок. С легкой розовинкой. Я вам сейчас ее выдавлю. И вы посмотрите, какой это оттенок. Так, наверное, вот сюда поближе, чтобы вам виднее было. Вы знаете, вот здесь вот как бы розовинку не сильно видно. Но кажется, что она бежевая такая. Светло-бежевая. На самом деле есть легкая розовинка. Вот сейчас я ее разотру. Вот видите, легкая-легкая такая розовиночка есть. Очень легкая текстура. Она просто невесомая, девчонки. Но она очень хорошо разглаживает кожу, выравнивает тон кожи. Знаете, вот посмотрите, как здорово она ложится. Прям вот моментально. И в течение пяти минут она оказывает эффект лифтинга. То есть это не просто тональная сыворотка, а вот такая вот с таким эффектом классным. Реально классная вот эта тоналка. И если ее сравнивать с той сывороткой, которая у нас была и есть в золотистой упаковке, тоже наша премиальная линейка, то та плотная. А это просто такая текстура. Она реально невесомая какая-то. Шикарная, девочки. Мне тоналка вот эта очень понравилась. Прям очень рекомендую. Но единственное, что нужно просто вам подобрать тон, оттенок, который подойдет для вашей кожи. Но вот они все как-то идут с розовинкой. На самом деле, вот эта розовинка, но она не чувствуется. Но вот посмотрите, вот она прям вообще шикарная. Приятно пахнет такой. Ну, больше нейтральный, но все-таки есть у нее некий такой запах. Но он очень приятный. Идет тоналочка вот в такой коробке, в упаковке. Каждая помада, я вам тоже не показала, идет тоже вот в такой упаковочке. Так, и мы переходим с вами к пудре. Вот такая пудра. Вы знаете, очень стильная коробочка. Прям стильнявая. Ее так приятно держать в руке. Она прям вот по размеру, да? Класс. Ну, открывается очень просто. Здесь вот такая вот штучечка. Раз. И смотрите, здесь, конечно, вот такая пленочка, защита поверх этой пудры. Я уже ее использовала. Пуховочка. Ну, стандартно все. Сейчас я раз. Пуховка у меня тоже упала. Вот такая пуховка обычная. И пудра. И здесь у нас зеркальце. Вон, видите, я сижу. И здесь у меня тоже средний оттенок. 63-64. Артикул данной пудры. Девочки, пудра тоже невесомая. Она шелковистая. Она просто замечательная. Сейчас я вам тоже давайте сделаю сводч. Вот, посмотрите. Просто шикардос. Такой вуалью невесомая ложится. Очень хорошая пудра. Шикарная. Просто замечательная пудра. Все. Смотировала. Видите, у меня пальчик сам вверх поднялся. Ну, реально, крутые продукты. В общем, я в таком восторге пребываю. И главное, что это все очень так вот стильняво, красиво. Тоже пудра шла в коробочке. Вот от нее коробочка. Знаете, как подарочный вариант. Ну, просто. Просто, просто великолепно. Так, все на место. Дальше среди новинок у меня две палеты теней. Одна в таких коричневых оттенках. Вот такая палета. Очень красивая. Все оттенки, которые я использую. И вы знаете, здесь и есть и перламутровые, и сатиновые, и матовые оттенки. То есть, вот эта палета, она вообще универсальная. Что же так отсвечивает мне все сегодня? Сегодня все отсвечивает. Универсальная палета подойдет абсолютно для любого типажа. И типажа, наверное, правильнее, да? И вот эта палета. Смотрите, тоже какие красивые такие оттенки. Натуральная, просто необыкновенная палетка. Она у меня сегодня на моих глазах. Я ее применяла в макияже глаз. Вот эти оттенки. Я использовала вот этот оттенок. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Ну, практически все вот с заключением, наверное, вот этого оттенка. А так все они у меня вот здесь вот растушеваны на глазах. Вы знаете, чем хороши эти тени? Они действительно очень хорошо пигментированы. Они не осыпаются. Они ровно ложатся и очень хорошо между собой тушуются. Технология производства этих теней очень необычная. Жидкая основа, закачивается в специальное оборудование и затем подсушивается. Представляете? Очень интересный такой эффект производства теней. И вот такая палитра. Так, ну а теперь давайте будем делать свотчи. Вот это палета 5740 артикул. Я, наверное, буду вот от этого светлого идти к более темному. Сейчас на каждый пальчик будем наносить и делать свотчем. Вот это самый светлый. Раз. Дальше я беру вот этот вот бежевый такой. Он на самом деле более коричневый смотрится, чем здесь. Вот такой оттенок. Он матовый, видите? Рядышком. Так, теперь как бы вам это все изобразить хозяйство. Давайте. Вот видите, он такой телесного какого-то цвета получается. Бежевого. Так, следующий я беру вот этот. Смотрите, он с таким шиммером, видите? Сатиновый такой, с блеском. Оттенок. Рядышком мы его наносим. Вот, видите, светится. Прямо его видно. Красивый такой бронзовый оттенок. Оливково-бронзовый какой-то. Так, теперь я беру, значит, не перепутать бы, четвертый оттенок у меня. Один, два, три, четыре. Вот этот, девочки, оттенок. Вот этот, смотрите. Этот вот такой оливковый. Очень красивый оттенок. Давайте мы его вот сюда нанесем. Смотрите, цветом болотного какого-то, очень тоже красивый, с зеленцой оттенок. Видите, они все такие неяркие, скажем, да? Так, теперь мне понадобится кое-что. Сейчас прервусь. Я к вам вернулась. Стерла, потому что не хватает пальчиков. Так, теперь я буду, девочки, вот этот брать оттенок. Вот этот коричневый. Вот этот. Он темный такой достаточно. И рядышком вот здесь я его кладу. Вот он, видите, такая палитра. Ну и еще один, самый последний. Шесть оттенков. Вот этот я беру. Он самый темный, вот видите. Я его сюда наношу. Вот всю руку себе изрисовала, видите. Вот такая вот палитра. Вот этот вообще самый такой светлый, видите. Его даже незаметно, он бежевый. Вот эти два, они чем-то похожи. А на последний он самый темный все-таки, да? Вот так вот. Очень красивые, землистые такие какие-то оттенки. Даже не землистые, а природные какие-то, да? Паллета шикарная. Так, теперь как бы мне вам сделать так, чтобы видно было. Вот. Вот они все оттенки. Посмотрите, как они смотрятся. От самого светлого к самому темному. Так, ну теперь будем рисовать другую руку, да? Следующая палитра теней. Вот так она выглядит. Артикул 5741. Ну и давайте начнем вот с этого, опять же, от самого светлого пойдем к самому темному. Вот так. Он выглядит. Давайте сейчас, чтобы мне тоже удобно было, и вам видно. Вот он такой еле заметный. Вот видите, оттеночек. Еле-еле заметный. Давайте еще его можно наносить во внутренний уголок глаза. Вот он такой еле заметный. Так, следующий я беру вот этот второй коричневый оттенок. Вот этот. Он матовый. Если первый такой сатиновый, то вот этот матовый оттенок. Вот он. Ну, видите, коричневый такой оттеночек. Следующий. Этот будет с блеском. Вот этот третий. Светящийся. Праздничный такой. Так, мне бы не поперепутать. Неудобно, я тоже не вижу. Вот прям видно, как он, смотрите, такой переливчатый. Очень красивый. Вообще. Прикольный такой оттенок. Много переливающихся там частичек в нем. Так, девочки, следующий мы берем вот этот коричневый. Так, четвертый. Один, два, три. Вот этот четвертый. Вот этот вот. Видите? Четвертый. И я вижу, что он тоже, он такой бронзовый будет. Ой, девочки, какой он красивый. Посмотрите, какой он. Он бронзовый. Вообще, он так отливает. Посмотрите, шикарный. Просто шикарный оттенок. Так, теперь мне нужно это все хозяйство убрать. Вот здесь особенно видно, да? Такой бронзовый красивый. Сейчас я все вытру. Пальцев-то не хватает на то, чтобы протестировать все продукты из этой новой линейки. Так. Это все еще надо насухо. У нас осталось два самых темных оттенка. Это вот этот коричневый оттенок. Я его сейчас наберу. Вот он. Тоже такой, знаете, сатиновый. С поблескиванием, с легким. Вообще, все тона, девочки, очень красивые. Посмотрите. Просто великолепные. И последний, самый темный. Вот этот я беру. Тоже наношу его сюда. Он потемнее. Ну, он тоже, мне кажется... Нет, он матовый, девочки. Вот последний матовый получается. Или это тоже сатиновый. Не могу понять. Сатиновый все-таки такой у него эффект. Присутствует небольшой. Вот такая палитра. Вот видите, от самого светлого, вот отсюда. Вот он, самый первый светлый. Все отсвечивает. Как бы вам показать. Вот так, наверное. Сейчас я еще саму палитру приложу. Так. Но, девочки, насколько могла передала. Уж извините. На самом деле, сложно при таком освещении. А точнее, при его отсутствии. Что-то еще, какую-то цветопередачу нормальную сделать невозможно. Ну, вот так вот хорошо видно. Очень красивая палитра. Действительно, тени шикарные. И посмотрите, как здорово они тушуются. Один оттенок с другим. Они просто великолепно растушевываются. Смотрите, классные, можно создать переходы. Шикарные тени. Посмотрите, как здорово. Так, это я вам рассказала про тени. Теперь будем продвигаться дальше. На самом деле, не так много у меня осталось декоративки. А именно, всего лишь четыре брасматика. Один с тушью. Один с матовой жидкой губной помадой. И два с блесками для губ. Ну, давайте с блесков мы с вами и начнем. Девочки, вы знаете, блески мне очень понравились. Вот здесь вот, смотрите, такая пружинка. Она как бы сама выталкивает кисточку. Кисточка просто великолепная. Она, знаете, такая треугольная. Она очень удобная. И там такой аппликатор мягкий. Он очень хорошо растушевывает этот блеск. Ну, давайте я нанесу прям поверх. Смотрите, какой классный. Сейчас скажу вам оттенок. Очень подходит под этот тон помады как раз оттенок. Так, девчонки, сейчас я вам назову оттенок этого блеска. Мелко написано 40594. 40594. Давайте сочь. Посмотрите, какой красивый. Очень красивый оттенок. И вообще все блески очень красивые по оттенкам. Я буду еще приобретать. Смотрите, как здорово. Так, теперь следующий блеск. Беск, артикул... Сейчас скажу. Так, артикул 40595. 4595. Вот так он выглядит. Давайте нарисую вам. Вот этот сёглый оттенок первый, а вот этот второй холодный оттенок. Вот так вот. Ну, там хорошая блескучесть такая, да, видите? Ну, к сожалению, освещение не предоставляет нам полную картину происходящего. Такие блески. Замечательные блески. Очень понравились. И блески шли без коробочек. Просто вот в таких брасматиках. Так, и еще жидкая губная помада. Ну, это что-то с чем-то, девчонки. Я тоже уже ее протестировала. Она необыкновенная. Вы знаете, она стойкая. Она очень стойкая. И она очень плотно ложится. Прям таким хорошим слоем. И она абсолютно не сушит губы. Когда вы ее наносите, она прям, знаете, как обычная кремовая помада такая накладывается. А потом она фиксируется. И через какое-то время она превращается в матовую. Особенно, когда вы промокнете губы. Она просто великолепная. Вот этот оттенок я вам сейчас назову. Так, это оттенок у меня. 40464. У данной жидкой губной помады. Я купила одну, потому что боялась ошибиться с оттенком. На самом деле он очень красиво смотрится на губах. Вот посмотрите, она вот впиталась. Уже начинает фиксироваться. Фиксироваться и превращается прям в матовую. И она реально очень стойкая. Я ее вчера тестировала на промостойке. В течение первой половины дня. То есть абсолютно она не исчезла с губ. Все сохранилось. Потом я покушала, и она сохранилась на губах. Для меня это было просто что-то с чем-то. Обычно помада съедается, да. А здесь помада осталась на губах. Я просто чуть-чуть подправила контур. Великолепный оттенок, девчонки. Великолепная текстура. И вообще великолепный эффект у этой помады. Сейчас я прямо открою в каталоге. Вот она, жидкая помада. Значит, у меня оттенок, я вам сказала, 4464 оттенок. Это Дикая роза. Вот он оттенок. Вот этот оттенок. Вот эта помада. Ну, немножко, конечно, она отличается. Вот этот и здесь, да. Ну, естественно, каталог не может передать прям в точности оттенок. А мне еще, знаете, какой понравился? Вот эти два, во-первых, мне понравились. Я обязательно себе вот этот закажу. Это стопудово. Вот этот еще подобного. А вот этот точно закажу. Очень красивый оттенок. Розовый, персиковый. Я на него смотрела, думаю, может быть, он бледновастый будет. А потом где-то тоже посмотрела в тестировании. Он такой красивый, просто необыкновенный. Так что вот такие великолепные у нас появляются новинки среди блесков. И вот жидкая, стойкая губная помада. Просто великолепневшая. И причем она еще и матовая. Так, девочки. И еще остался у меня один продукт, новиночка. Это тушь. Она сейчас у меня на ресницах. Посмотрите, как это дело все выглядит. Тушь просто вау. Я очень довольна. С одного нанесения она сделала такими длинными мои ресницы, что ни одна тушь до этого не могла с этим просто справиться. Я обычно всегда наношу основу под тушь. На основу под тушь. Дальше накладываю саму тушь. И в несколько слоев. А здесь в одно нанесение. Это просто. Тушь шикарнейшая. Она, правда, иногда захватывает чуть больше туши, чем хотелось бы. Но, вы знаете, она шикарно ее распределяет по поверхности ресниц. Вот такая кисточка. Кисточка силиконовая, гибкая. Ну, нереальная. Это просто что-то нереальное она творит. Там есть какие-то щетинки-ловушки, которые захватывают наши реснички. И еще вот эта тушь, она помимо того, что придает длину нашим ресницам, она еще и изгиб придает, да. То есть она как бы фиксирует еще этот изгиб. То есть фиксирует его на том моменте, на котором нам хотелось бы, чтобы это произошла фиксация. Вот, то есть можно и более гибкими сделать, и менее такими гибкими наши реснички. В общем, необыкновенная тушь. Вы знаете, я прям в нее влюбилась. И однозначно я буду ей пользоваться, буду повторять. Потому что она настолько легка в применении, и такой дает эффект. Конечно, я еще похожу в течение дня, посмотрю, как она. Может быть, она осыпется, хотя я... Даже у меня сомнений никаких на этот счет нет, что она будет вести себя очень адекватно. Вот, девочки, такие новинки. Вроде я вам про все рассказала из того, что приобрела. Еще буду приобретать себе и в дальнейшем тестировать. И на самом деле компания нас порадовала. Вчера уже было озвучено, что это не единственная новинка, которая появится в 17-м каталоге. Линейка будет постоянно расширяться, пополняться. В общем, это очень здорово. Вот первый тест показал, что вот эта линейка декоративной косметики, которая у нас появляется в каталогах, это что-то новое. Это совершенно более высокий уровень, нежели то, что до этого нам предлагала компания. Хотя и до этого премиальная линейка, она была шикарная. Но здесь, вот на мой взгляд, декоративная косметика серии Glam Team, она на порядок выше. Ну, по крайней мере, так по моим ощущениям. Это очень здорово. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Напишите мне в комментариях, как вам макияж, который у меня на лице, как вам в тестировании понравились новинки, понравились, не понравились. Может быть, у вас какие-то противоречивые возникли ощущения. Я однозначно говорю, это косметики, да. А для тех из вас, кто хочет пользоваться вот такой же шикарной продукцией, как продукция компании Faberlic, и при этом еще и экономить минимум 20% своих денежных средств, а также получать большое количество подарков, участвуя в различных акциях в компании и в различных программах, для вас есть ссылочка под данным видео в первом прикрепленном комментарии и в описании к данному видео можете по ней пройти и заполнить коротенькую анкету, после чего вы получите вход в свой личный кабинет и уже сможете пользоваться всей продукцией компании Faberlic с очень большой выгодой для себя. Также вы можете написать мне в личку в социальной сети, все ссылочки и контакты я оставила под данным видео. После этого я с вами свяжусь и помогу вам оформить скидку. А на этом у меня все. Увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.